Пойма ужасов. Пойма ужасов номер четыре. Один лейтенант из нашей уникальной части написал себе визитку Главное разведное управление Генерального штаба. Он никакого отношения не имел к Генеральному разведному управлению, но это не важно. Старший офицер по обработке информации, дальше фамилия Миловича. Телефон служебный, телефон домашний, электронный. И потерял визитку возле первого поста. Нашел ее, естественно, начальник службы режима. После этого была написана вот следующая поэма, которая называется Поэма ужасов номер четыре. Грустно мне, товарищи, страшно, в ужасе кружится голова. На полу секретная бумажка, а на ней секретные слова. Это раздолбай какой-то страшный, не хранит заветы октября. И списал секретную бумажку, а потом вот взял и потерял. Летом мне теперь уже не лето, и не лезут в горло пироги, Так как все военные секреты будут знать коварные враги. И узнают в радостном угаре коды наших кодовых дверей. И узнают, кто у нас татарин. И узнают, кто у нас еврей. Льют ли спирт, который пьют ли спирт, который льют в ракету. И где в Волге водятся самые. Ну и как зовется баба эта, ту, что называют мать Кузьмы. Сколько у Ати машина маленькая такая, сухая масса. И чем нашу совесть пробудить. В общем, все узнают папуасы и начнут немедленно вредить. И опять наступит перестройка, и придет нам лысый Горбачев. И опять мы полетим в помойку, хлопая в ладоши горячо. Для России ничего не страшно. Выдержим и холод, и жару. Подниму секретную бумажку, и ее немедленно сожру. Мирными останутся рассветы, неподвластные всякой суете. Потому как родины секреты спят в моем военном животе.